Рады, что на перерыв ушли с хорошим настроением, что добавилась победа, добавились очки. Хорошо сыграли. Сыграла роль большую. Быстрые забитые голы. Забиты они были. Достаточно красиво в комбинационном плане. Ну а дальше все-таки было полегче. Хорошо контролировали мяч. В принципе, игру контролировали. Тем более, что сейчас Анжи вообще в хорошем состоянии находится. И они одержали ряд таких серьезных побед, как над Зенитом. Поэтому такая хорошая, достойная игра и победа. Проценту 70 Анжи изменилось по сравнению с тем, какие игроки были со мной. Ну отдельных игроков, конечно, те, что были при мне, я их хорошо знаю. Помогло это или не помогло? Ну, наверное, помогло. Думаю, в большей степени помогло серьезное отношение игроков к матчу. И Анжи выше нас в турнирной таблице. Поэтому раздражитель был хороший. Всем хотелось на перерывы идти в хорошее настроение. Майкон разносторонний игрок. И хорошо, что сегодня Майкон в этой позиции забил два мяча. Он на острие очень хорошо играл. Хорошо, что он забил. А так бы, если бы он не забил, вы бы сейчас меня критиковали, сказали бы. Вот опять он что-то придумал. Он не на своем месте играет. Миранчук, Майкон. Значит, нужно было другого. Ну, все хорошо, что хорошо. Надолго ли он на этом месте? Ну, пока кондиции хорошие у него будет на этом, наверное, месте. А может поменять. Для футболистов тоже хорошо, когда они меняют позиции. Не постоянно, на одной. Во-первых, на одной позиции, когда игрок играет, то к ним привыкают. Это раз. Соперник привыкает. Дальше. У него уже не совсем отношение, наверное, такое к игре. Ну, можно сказать, отношения новизны у него нет. Ну, поэтому мы меняем иной раз. А вот тот, кто может играть на многих позициях, это уже игрок хорошего уровня. Майкон – игрок, который, на мой взгляд, он еще полностью себя не раскрыл. И у него есть еще потенциал. Он может забить больше, может забить меньше, но потенциал игровой у него есть. И я думаю, что при серьезном отношении к себе, и если его оставят микротравмы, которых у него множество было на протяжении этого времени, то он принесет пользу локомотиву большую. На любой позиции, кстати. Чирлок, он до игры провел всего одну тренировку. Он, можно сказать, так, полутравмированный. Поэтому столько, сколько мог, он отыграл. Ну, с другой стороны, результат-то уже, в принципе, был до замены ясный. И чтобы не ухудшить его состояние, мы его поменяли. Редактор субтитров А.Семкин